Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохакер. В этом видео хочу рассказать вам про электроснабжение своего мотоцикла. Вообще, что я сделал и как вообще я это дело у себя организовал. Может быть, кому-то из вас это будет немножко интересно. Постараюсь не отнимать у вас много времени, поэтому сразу перейдем к делу. Изначально, когда я купил себе мотоцикл, я поставил себе вот сюда вот такую вот розетку. То есть это получается, здесь два USB входа, то есть в принципе можно заряжать телефон. Ну или скажем, да даже пауэрбанк сюда можно закрепить и заряжать его во время езды. В принципе, не вижу проблем. Но я обычно сюда заряжаю телефон. Когда я был последний раз на ТО, это было буквально, может быть, недели три назад, делал ТО 12 тысяч километров, я попросил еще сделать мне розетку, которая будет выводиться в багажник. То есть 12-ти вольтовая розетка, ну, под обычный прикуриватель. Думаю, чтобы это была как дублирующая система. Потому что мало ли в поездке вот эта вот USB-шная система откажет. И чтобы у меня была альтернатива. И опять же, я так подумал, если у меня будет в багажнике 12-ти вольтовая розетка, то я могу туда подключить на постоянку, скажем, пауэрбанк, который будет постоянно там находиться и постоянно подзаряжаться. И когда, допустим, я приеду куда-то на какую-то локацию, мне просто достаточно будет его оттуда извлечь и взять с собой в палатку. И от него я уже могу заряжать камеры, телефон и все что угодно. Сейчас покажу, как я там организовал у себя. Так, друзья, вот вы видите, у меня здесь просто вывелась розетка. Это не оригинальная розетка, оригинальная розетка от Хонды, которая, ну, как идет доп. пакетом, она стоит намного дороже и у нее крепление непосредственно там глубоко, в общем, что не очень удобно. Такая розетка стоит 13 евро мне обошлась, но сама установка обошлась мне, чем-то что-то около сотки. Так, у нас тут ветрище дует страшно, я не знаю, будет, наверное, слышно или не будет. Ветрозащита должна отработать, ну, да ладно. В общем, таким образом я сюда подключил этот пауэрбанк. И он здесь постоянно будет находиться. Как только я включаю зажигание, у меня и подается ток на пауэрбанк. Он всегда заряжается, по переезду просто можно. Или, скажем так, на пауэрбанке есть выход на 2 ампера, что, в принципе, ну, все равно, что быстрая зарядка. Даже можно сюда положить телефон на полчаса, если надо быстро подзарядиться. И проехаться полчаса, через полчаса от 2 амперного выхода телефон быстро подзарядится. Так что тоже практично. Можно также, помимо этого, смотрите, здесь получается 2 USB. Я сюда адаптер специальный вставил. Получается, можно еще что-то подцепить к этим двум выходам. Можно еще что-то подцепить, скажем, GoPro заряжать или еще что-то. Собственно, да. Сюда в багажник у меня пойдут еще кое-какие вещички. Я заказал мультитул Лезерман. Завтра должен прийти. Так что он будет здесь храниться аккуратненько. Ну и, собственно, да. Тут еще вот эти штатные инструменты, ключи. Там свечной, по-моему. Нет, свечного не было. Я сюда вот так аккуратненько сделал, потому что там была еще такая, не знаю, она, по-моему, для подвеса бака такая петля. Двухсторонняя петля. И она такая объемная была. Еще какая-то трубка сплющенная. Я не знаю, как ей пользоваться, поэтому я подумал, нахрен я буду возить инструменты, которыми я все равно не умею пользоваться. Так что пока я их выложил, и, соответственно, все вот это занимает сейчас очень мало места. Это очень удобно. Так что, как видите, багажничек здесь такой, ну, относительно вместительный. Сюда можно даже спирт положить или газовый баллон небольшой. Ну, в общем, что-нибудь я сюда обязательно еще засуну. Конечно, может быть, я сейчас кому-то банальные вещи показал, скажу, о, ничего особенного. Ну, а кому-то, может быть, это интересно. Скажем так, я за то, чтобы быть максимально автономным и налегке. Поэтому для меня, ну, я так посчитал, что для меня вот данная система будет отлично. Если одна система навернется, вторая продублирует. Что там, что там есть предохранители. Так что если где-то какой-то перегруз будет, то сгорит какой-то предохранитель. Ну, вероятность того, что все сразу полетит, это, ну, минимальная. Поэтому, да, я вообще вот не знаю, ребята, дома что-то вот я уже сижу сколько, недели полторы, и мне прямо вот прям тяжко. Я вот думаю, может, завтра попробовать выехать, попробовать прорваться в Данию и переночевать в Данию. Или, скажем, опять доехать до границы, переночевать и с утра прорываться в Данию. Ну, я не знаю, я завтра спонтанно буду решать на эту тему, ехать или не ехать. С одной стороны хочется, а с другой стороны ветер такой сильный на улице. А когда меня это останавливало? Поэтому вероятность того, что я поеду, большая. Если вы в перспективе увидите видосы, где я в Дании, значит, я поехал. Ладно, все, ребята, не буду отнимать у вас время. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видосах. Продолжение следует...